Визит представителей чешского консульства. В столицу региона прибыли генеральный консул Чешской Республики в Санкт-Петербурге Карл Кюн и вице-консул по торговле и экономике Михаил Гелбич. Окружным школьникам в День России вручили главный документ гражданина. Свой первый в жизни паспорт получили 10 ребят. Не просто работа, а призвание. Социальные работники отметили свой профессиональный праздник. Отличившиеся сотрудники удостоены почетных наград и званий. Прошли путь дорогами отцов героев. На Ринмаре подвели итоги туристического слета, участниками которого в этом году стали 11 команд. Здравствуйте с обзором основных событий этого дня в студии Ирина Нижалова. Сегодня в Ненецкий округ прибыл генеральный консул Чешской Республики в Санкт-Петербурге Карл Кюн. Вместе с ним прибыл и вице-консул по торговле и экономике Михаил Гелбич. В рамках визита представители чешского консульства встретились временно исполняющим обязанности губернатора Ненецкого округа Александром Цибульским. Также запланирован визит в Центр развития бизнеса. Карл Кюн, доктор юридических наук, является генконсулом Чешской Республики в Санкт-Петербурге с 2015 года. Он говорит на чешском, английском, немецком, хорватском, словацком и русском языках. Увлекается историей, особенно археологией, велоспортом, теннисом и садоводством. В окружной столице 12 июня отметили государственный праздник День России. Масштабные мероприятия, которые уже стали традиционными, прошли на главной площади Маратсей. Для жителей и гостей города был организован концерт «Славься Россия» с участием коллективов региона, уличные ярмарки и различные игровые площадки для детей. Впервые в этом году наш округ присоединился к всероссийской акции «Русь танцевальная». Каждый желающий мог принять участие во флэшмобе и исполнить танец, который подготовили местные хореографы. Но завершилось праздничное мероприятие уже традиционной акцией «Поем гимн России». Напомню, День России в окружной столице впервые отметили в 2003 году. В День России юные жители округа, достигшие 14-летнего возраста, получили свои первые паспорта. Вручение главных документов проходило в торжественной обстановке с участием главы региона, его заместителя, члена Совета Федерации и представителя окружной полиции. В этот ответственный день пришли поддержать своих детей, воспитанников, родителей и педагоги. Организатором данного мероприятия выступили представители регионального центра молодежной политики и военно-патриотического воспитания молодежи совместно с сотрудниками окружной полиции. Как отметил глава региона Александр Цибульский, получение паспорта – первый шаг во взрослую жизнь. Еще вчера за большую часть вашей жизни несли ответственность ваши родители. С сегодняшнего дня вы начинаете по большей части нести ответственность за себя, за свои поступки, за свои действия самостоятельно. И это дорогого стоит. Это сегодня, как я уже говорил, первый шаг во взрослую жизнь. И вам в нее идти, в это новое поколение, которому строить будущее нашей страны, которому обеспечивать процветание нашей Родины. Начальник отдела по вопросу миграции окружной полиции Ирина Ермолина пожелала ребятам всегда и везде гордо носить звание гражданина России, честно выполнять свои гражданские обязанности, хорошо учиться и работать, отдавая силы и способности на благо своей страны. В минувшее воскресенье на улице Совхозная в районе дома номер 9 загорелись деревянные постройки. Пожар начался в 11 часов утра. Как сообщает прислужба главного управления МЧС России по Ненецкому округу, ближе к полудню пожар был полностью ликвидирован. Из-за угрозы распространения огня на жилой двухэтажный деревянный дом были эвакуированы семь жителей Наринмара, которые смогли вернуться домой после ликвидации пожара. В настоящее время система жизнеобеспечения жилого дома функционирует в штатном режиме. В результате пожара сгорели деревянные дворовые строения вместе с содержимым, блочный гараж и два автомобиля отечественного производства, припаркованные рядом. Администрация НАУ одобрила внесение в окружной парламент поправок в закон об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории округа. Первый блок изменений приведения окружного жилищного законодательства в соответствии с федеральным. Приоритетными для ремонта должны стать газовые сети и лифтовое оборудование, влияющие на безопасность проживания жителей в доме. Об этом на заседании администрация НАУ рассказал начальник управления ЖКХ энергетики и транспорта Павел Масюков. И второе, это по результатам оценки, которую проводил Минстрой в марте 2017 года, региональная система капремонта Нинскоавтомного круга получила критическое низкое значение, 14%, то есть это обеспеченность финансовыми средствами собственников и государственной поддержки. Значит, было поручено Дмитрию Николаевичу Казаком принять исчерпывающие меры, обеспечивающие повышение финансовой устойчивости систем капремонта. Одним из таких мер, по мнению Министерства, является увеличение объемов господдержки либо сокращение перечня видов работ, которые будут оплачиваться за счет взносов на капремонт, то есть за счет собственников. По словам Павла Масюкова, в настоящее время в минимальный перечень работ, оплачиваемых за счет взносов, входит 6 видов работ. Это ремонт крыши, фасада, фундамента, внутридомовых инженерных систем, подвалов и лифтов. Если подвал и лифт для деревянных домов не совсем актуален, то с учетом местных особенностей этот перечень был дополнен администрацией иными видами работ, которые также должны были финансироваться за счет взносов. Это утепление и ремонт фасада, утепление и ремонт чердачных перекрытий, цокольных, установка приборов учета и узлов управления, а также ремонт выкрепных ям или переустройство их на септики. Данным проектом предлагается данный вид работы, дополнительный, который установила администрация, переложить, так сказать, плечей граждан на округ. То есть будут финансироваться они полностью за счет средств окружного бюджета. В свою очередь это позволит использовать средства граждан для ремонта большего количества домов, отметил Павел Масюков. С учетом внесенных изменений в закон округа об организации проведения капремонта общего имущества в многоквартирных домах потребуется порядка 22 миллионов рублей из окружного бюджета. Данные поправки будут представлены на рассмотрение в региональный парламент. В регионе утвержден порядок предоставления субсидий частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, реализующим программы доп. образования детей. Соответствующий проект постановления был рассмотрен на минувшем заседании администрации округа. Документ разработан в целях реализации нормы, установленной окружным законом об образовании в Нинецком округе. В соответствии с утвержденным порядком, субсидия предоставляется окружным профильным департаментом ежеквартально на безвозмездной основе с учетом заложенных в бюджете региона средств на эти цели. Методика расчета объема субсидий предусматривается финансирование частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по программам доп. образования. Размер софинансирования за счет средств окружного бюджета составляет 80% от стоимости обучения. Как отметил руководитель Департамента образования, культуры и спорта Нинецкого округа Илья Иванкин, на реализацию проекта постановления в текущем году в бюджете округа предусмотрено чуть более 1 миллиона рублей. Порядок предусматривает условия получения субсидии, перечень документов, предъявляемых кандидатом на получение субсидии, порядок и сроки рассмотрения обращений частной образовательной организации о предоставлении субсидии, правила заключения соглашения, случаи порядок и условия возврата неиспользованной субсидии, а также другие условия. На сегодняшний день в округе только одна коммерческая организация имеет лицензию на оказание услуг в сфере дополнительного образования детей. Предполагается, что дополнительная господдержка даст стимул к развитию частного сектора дополнительного образования. В детских садах Наринмара и поселка Искатели есть свободные места на летний период. Как сообщили в Департаменте образования, культуры и спорта Нинецкого округа, дежурные детские сады полностью справляются с нагрузкой. На сегодняшний день в Наринмаре и поселке Искателей продолжают работать детские сады «Сказка», «Радуга», «Кораблик», «Семицветик», «Школы имени Пырерки», «Солнышко», «Умка» и «ЦРР» поселка Искателей. В профильном департаменте дополнительно пояснили, что детские сады на территории города и Искателей, как правило, закрываются на период не более шести недель, за исключением случаев, когда в здании учреждения требуется провести капитальные ремонтные работы. Сейчас профильное ведомство решает вопрос с распределением воспитанников «Семицветика» на предстоящий период закрытия детского сада. Осложнения возникли в связи с карантином по ветряной оспе в учреждении. В соответствии с нормами СанПИНА в подобных обстоятельствах запрещается перевод или прием детей в другие группы. Прием детей, не переболевших ветрянкой или непривитых от данного заболевания в другие детские сады, будет осуществляться с 21 июня при отсутствии новых случаев заболевания в контрольном периоде до 15 июня. Комплексный центр социального обслуживания завершил процедуру проведения электронных торгов на поставку комплектов в подарок первокласснику. По результатам торгов поставщиком подарочных комплектов стала компания «Мир подарков» из города Пермь. Стоимость контракта по итогам аукциона составила чуть более 1 миллиона рублей. Содержание традиционного набора, который 1 сентября получит каждый первоклассник Нинецкого округа, утвержден Департаментом образования. В подарочных пакетах первоклассникам будет вся необходимая канцелярия, материалы для прикладных уроков, USB-накопитель, игровой набор, книга по астрономии, а также плакаты с государственной символикой. Все комплекты должны быть доставлены в округ не позднее 6 августа, после чего их ждет проверка на качество и распределение по образовательным организациям округа. 1 сентября текущего года в первые классы школ Нинецкого округа отправится 720 детей. Люди с открытой душой и большим чистым сердцем. Свой профессиональный праздник отметили социальные работники. В честь представителей этой профессии в комплексном центре соцобслуживания населения состоялся торжественный вечер, на котором чествовали отличившихся сотрудников этой сферы. Социальная работа – это не просто профессия, это призвание, высокая ответственность, желание и умение оказывать помощь тем, кто в ней нуждается. От профессионализма и компетентности социального работника зависит качество жизни тысяч жителей нашего региона. И за день в день вы отдаёте частичку своего тепла каждому, кто в ней нуждается. И зачастую каждый из вас является той связующей ниточкой, ниточкой, которая связывает обездоленных, нуждающихся с внешним миром. Ваш труд, уважаемые коллеги, заслуживает огромного, большого уважения. С профессиональным праздником работников в социальной сфере поздравили представителей окружного профильного департамента. Хочется вам всем пожелать, вам и вашим близким здоровья, счастья, чтобы у вас всё-таки при той занятости, которая есть, оставалось много времени на своих близких, семью, родственников, чтобы всё-таки мы не забывали, что у нас ещё есть и семейные обязанности, и чтобы мы этому немножко внимания уделяли. Вам за вашу работу огромное спасибо и низкий поклон. За профессиональные заслуги и многолетний труд социальным работникам вручили почётные грамоты и благодарственные письма заведующей отделом дневного пребывания Комплексного центра соцобслуживания Татьяне Присяжной и заместителю директора Пустозерского дома-интерната Ольге Сомовой присвоены почётные звания «Почётный работник социальной защиты населения Нинецкого округа». В России завершается переход наличных и электронных расчётов с физическими лицами на онлайн-кассы. По решению правительства процесс цифровизации торговли и оказания услуг разбит на несколько этапов. Оказание информационной поддержки владельцам контрольно-кассовой техники нашего региона в целях своевременного перехода на новый порядок её применения стало основной темой семинара, который состоялся в Центре развития бизнеса. Поправки в федеральное законодательство вводят новые требования к порядку регистрации и использованию кассовой техники, расширяют сферу её применения, а также права налоговых органов по контролю и получению информации. Кроме того, внесены изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которые ужесточают ответственность за применение или неправильное применение контрольно-кассовой техники. Уже с 1 июля этого года применение онлайн-касс станет обязателем для всех предпринимателей, которые занимаются розничной торговлей или оказывают услуги общественного питания, имеют наёмных работников. В Наринмаре прошёл туристический слёт дорогами отцов-героев. В 2018 году победу по итогам прохождения всех этапов состязаний одержала команда «Аппарат. Ура». Кубок за второе место получила команда «Труд». Третье место занял «Авиатор». Всего на старт вышли 11 команд. В течение двух дней участники слёта демонстрировали походные навыки и умения. Проходили полосы препятствий и соревновались в перетягивании каната и творческих конкурсах. Победители и призёры определены в каждом конкурсе и награждены медалями. Первой в походе кроссе стала команда МФЦ. В перетягивании каната победил «Салют». В творческом конкурсе приветствия команд лидировал «Коммерсант». Лучше всех с военно-спортивной полосой препятствий справилась команда «Авиатор». Команда «Аппарат. Ура» одержала победу на этапе короткой полосы препятствий и финальном конкурсе «Костёр дружбы». В этом году зрители и болельщики могли в прямом эфире следить за прохождением полос препятствий командами. Дворец культуры Арктика и телеканал «Север» транслировали происходящее на большой экран, установленный на месте проведения слёта. Организаторы планируют продолжить такую практику и в последующие годы. На стадионе детско-юношеского центра «Лидер» прошёл турнир по мини-футболу на кубок губернатора Ненецкого округа. Он был организован Ненецко-региональной общественной организацией «Динамо». На протяжении 10 дней футбольные команды города определяли, кто заслуживает почётное звание чемпион турнира. В соревнованиях приняли участие 8 команд – полицейских, Росгвардии, сборная администрации Ненецкого округа, команда МЧС, студенты социально-гуманитарного колледжа, войсковой части 12-403, воспитанников детского дома и новичок футбольных турниров команда «Молния». В финале встретились команды окружной полиции с командой «Гвардия Норд». Перед награждением с приветственным словом выступил в Рио губернатор Ненецкого округа Александр Цибульский. Он поблагодарил всех участников команд, а также организаторов мероприятия. По итогам турнира третьими стали футболисты из команды МЧС. На втором месте сборная команда ОМВД России по Ненецкому округу. Победу одержала команда «Гвардия Норд». На дорогах на Ридмаре и поселка Искателей появляется все больше велосипедистов. Многие из них знают и соблюдают правила дорожного движения. Но есть и те, кто в силу своего возраста и неопытности разъезжают по дорогам, как им вздумается, подчас рискуя собственной безопасностью. Сотрудники госавтоинспекции призывают водителей транспортных средств быть внимательными на дорогах, особенно если рядом находятся велосипедисты. В свою очередь владельцам железных коней тоже необходимо помнить о правилах поведения на проезжей части. Напоминаем, что разрешается выезжать на дорогу общего пользования в возрасте с 14 лет, естественно, со знанием правил дорожного движения. До 14 лет детям разрешается движение строго по тротуарам, пешеходным дорожкам, без выезда на проезжую часть. Также напоминаем, что при подъезде пешеходного перехода и пересечении пешеходного перехода велосипедист должен спешиться и переходить дорогу пешком. Если велосипедист при движении по тротуару создает помеху и опасность для пешеходов, то в таком случае он должен слезть со своего железного коня и передвигаться пешком. Соблюдение этих простых правил убережет участников дорожного движения от нежелательных последствий. Это все новости к этому часу. Далее вас ждет прогноз погоды.